Всем привет! С вами Russian with Dasha, и сегодня со мной Стивен. Привет, Стивен! Привет, зрители! Я Стивен, я из Америки, именно из Калифорнии. Очень приятно. Стивен сегодня расскажет о своём опыте посещения России. Это твой первый раз здесь, да? Первый раз, да. И уже заметил большую разницу. Круто! Наверное, самый логичный вопрос, что ты здесь делаешь? Ну, здесь я учусь. Сейчас я на магистратуру в США, в Калифорнии, и сейчас у меня зимние каникулы, поэтому я сюда приехал в Россию, чтобы учусь в языковом институте, потому что всю жизнь я хотел приехать в Россию, и, наконец-то, у меня была возможность, чтобы сюда приехать, поэтому я просто очень рад здесь быть. Да, сколько ты уже здесь? Я уже был здесь, как, 4-5 недель, и я уже улетаю в субботу, к сожалению, я даже не хочу уехать отсюда, но так бывает, и, конечно, сто процентов я вернусь. Когда я встретила Стивена сегодня возле метро, он сказал, я люблю Россию, я хочу здесь жить. Мне интересно, что именно тебе нравится в России? Ну, есть большая разница по поводу менталитета людей здесь в России, особенно к сравнению с людьми в Америке. Может быть, один аспект российского менталитета или русского менталитета, который мне очень нравится, это как люди здесь относятся к дружбе. О, класс! Почему? Ну, потому что здесь друзья, это как семья, и я тоже так всегда относятся к дружбе. Я думаю, что в Америке это не так, потому что там у нас есть какой-то лишний барьер, даже если ты считаешь кого-то как друг, это не значит, как они семья, а здесь большое гостеприимство, гостеприимство, вот, да, и мне очень нравится. И у тебя здесь есть несколько друзей, расскажи, чем вы занимались, куда вы ездили? Ну, сначала мне надо начать с бани, потому что русская баня была как приоритет номер один, когда я сюда приехал, мне почему-то очень интересно, мне казалось, что было бы классный опыт, интересный опыт, и сто процентов было очень интересно, и было жарче, чем я и ожидал, но был очень русский опыт, потому что, конечно, у нас бани в Америке тоже, но у них нет культурного значения, как здесь, здесь это очень важный аспект культуры. Люди в магазинах, как сотрудники или официантки в ресторанах и так далее, но в Америке они всегда спрашивают, как, о, как дела, как я могу вам помочь, добрый день и так далее, и здесь это наоборот, они как, о, что ты хочешь. Но именно поэтому я думаю, что русские люди, они более честнее, чем в Америке, потому что здесь ты знаешь, что кто-то имеет в виду, когда они скажут. Например, если кто-то приглашает тебя в гости или куда-то еще, если ты не хочешь, тогда ты скажешь, я не хочу, а в Америке это не так. Мы всегда скажем, о, спасибо, хорошо, я подумаю, даже если мы сто процентов знаем, что мы не там будем, поэтому этот аспект, это хороший аспект. Какие еще места или города ты посетил? Я посетил в Москве, я был там на Рождество, я был там в православной службе. Да, интересно, в каком храме? Не знаю, как называется, потому что был очень маленький храм, но был очень классный опыт, и я даже уже три раза был на службе. Красная площадь, конечно, Кремль, что еще? Очень много музеев, но я не был внутренних, просто мимо ходил. Да. Что еще? Я там играл в теннис с друзьями, было очень классно. Да, Москва это как большой город. Конечно, Питер это большой город тоже, но большая разница между ними. Здесь люди более спокойнее, более добрые, жизнь здесь медленнее и так далее. И именно поэтому я скоро или очень быстро заметил, что я предпочитаю Питер, жизнь в Питере, я имею в виду. И да, просто лучшая жизнь здесь. Ну, конечно, у каждого свое, но Москва это более похоже на Лос-Анджелесе, особенно Москва-Сити. Да. Ты из Калифорнии, какая самая холодная погода в Калифорнии? Ну, в городах может быть ноль по Цельсию, ноль по Цельсию. Самая холодная, да? Да, и в горах может быть минус шесть, минус семь по Цельсию. А здесь какой холод ты испытал? Ну, самый холодный день в моей жизни был на прошлой неделе, и я думаю, что было минус двадцать по Цельсию в этом районе. Это Фаренгейт, это примерно? А Фаренгейт, я думаю, что минус семь по Фаренгейту, более или менее. Да. Но очень холодно было, но классный опыт. Это настоящая русская зима, и это именно, что я хотел увидеть. Да, и самое интересное, что мы сейчас гуляем, сегодня минус один, я иду в варежках, Стивен идет просто с голыми руками, и я говорю, как ты не мерзнешь? То есть он уже привык и совсем стал русским. Ты сказал про дистанцию между людьми, мне было очень интересно эта тема. Вот у нас сейчас пандемия, да? Да. Но ты заметил пандемию в России? Здесь очень мало людей ходит в масках, и также личное пространство в России меньше, намного меньше. Да, и социальная дистанция, да? Даже не существует, мне кажется. И в Мерке это наоборот, особенно в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, все очень далеко друг друга, никто не трогает друг друга. А здесь, ну, в магазине, например, когда мы ходим мимо кто-то, они трогают нас, да, это просто... Ну, то есть, как трогают, иметь в виду, если я, допустим, прохожу, да, я могу вот так сделать. Не значит, что там... Как? Да. Нет, такого нет, конечно. Какие у тебя впечатления о русских девушках? Ну, хорошо, конечно, они очень симпатичные, и, может быть, более традиционные здесь, к сравнению с западным, особенно в смысле гендер-ролли, так сказать. О, да. Потому что, ну, здесь часто бывает, что мужчины открывают дверь для них, они, как это сказать, они жмут руку, нет, как... Пожимают руки? Нет, как когда... А, подавать руку, подают руку, да? Да, подают руку и так далее. И в Мерке это совсем не так, это по-другому. И даже, может быть, в Мерке ей будет обыдно, если ты открываешь дверь для неё. Да. Поэтому, да, мне надо стать первым к этому. Да, то есть тебе надо будет потом переучиваться, да, когда ты приедешь в США, чтобы никого не обидеть. Да. Я заметил, что обязательно надо заплатить за обед или за ужин, например, когда на свидание, да? И в Мерке тоже не так. Может быть, раньше, как 10, 20 или даже больше лет назад так бывало. Но ещё раз, может быть, ей будет обыдно или просто странно, если ты это делаешь в Мерке. Это просто... Ну, так бывает в Мерке, конечно, но 100% меньше, чем здесь, и ожидания не существуют там. Да, то есть девушка сразу предлагает разделить счёт, да? Да, точно, да. Да, действительно, если здесь, в России, вы приглашаете девушку на свидание, то она будет ожидать, что вы оплатите счёт и не будете hesitating. Да, да. То есть тормозить не будете. Теперь перейдём к самому для меня интересному, что тебе не понравилось. В России? Да. Ну, посмотрим. Не знаю, если особенно не понравилось, но просто как люди общаются с друг с другом, это, конечно, было очень необычно для меня. Когда я заметил, что люди не улыбаются друг с другом на улице, как прямо они говорят друг с другом в ресторанах, в магазинах и так далее. И, конечно, я знал об этом стереотипе или этой... Особенности. Особенности русской культуры до того, как я сюда приехал. Но это просто реальность и мысли — это две разные вещи. Поэтому я сюда приехал, и я заметил, что реально вот так бывает. Да. Да. Хорошо. А что ещё мне не нравится здесь? Ну, я могу помочь. Мы пока сюда шли, мы чуть не упали, потому что дорога очень скользкая, да? Очень скользкая, да. Не убрано, везде лёд, снег, грязь, поэтому мне кажется, в США как-то почище будет. Ну и у вас снега такого нет, но всё равно, да, в США намного чище дороги, чем здесь. Да, особенно в Калифорнии, потому что практически снег никогда не идёт. Только в горах в Калифорнии, как Yosemite и так далее, но в городах никогда, поэтому, да, чище. И связанно с этим, ну, здесь водить на машине очень страшно. Конечно, это очень опасно. Водить машину. Да, даже думаю, что был мой первый день, и люди так близко водят машины друг к другу. И здесь люди водят медленнее, но ближе. И каждая улица очень узкая, да. Конечно, в Москве они более широкие, но всё равно, как они водят, просто очень близко. Поэтому был уникальный опыт, так сказать. И ещё одна иллюзия, которая у многих есть, особенно на Западе, в Мерке, это то, что русские злые люди или страшные люди, и что они ненавидят Америку, они ненавидят американцев и так далее. И когда я сюда приехал, я заметил, что это совсем не так. Каждый человек, который узнал, что я американец, они либо были нейтральны, либо они были очень рады встретиться с американцем. И для меня я был очень удивлён. Потому что это просто неожиданно, конечно. Особенно потому, что все всегда в Мерке говорят, что русские очень страшные люди, они ненавидят Америку и так далее. И поэтому это ещё интересный аспект. Тебя кто-нибудь предупреждал из родственников или друзей, что не стоит ехать в Россию, там опасно? Ну, может быть, просто знакомство, знакомые. Потому что мои друзья и моя семья, я уже им рассказал очень много о России, поэтому они знают правду о России. о России, о русских людей и так далее. Но знакомые, они думают, что здесь это просто мафиози или преступления всегда так. И я заметил, что здесь безопасность лучше, чем в Мерке. Особенно в больших городах сейчас. Например, в Лос-Анджелесе. Там всегда стрелба. Почти всегда стрелба. И что ещё там? Если ты поставишь что-то в твоей машине, и ты припаркуешь, и тогда уедешь от машины, через час твои вещи в машине не будут там. Да? Так скоро. То есть взломают машину, да, и украдут вещи. Точно. И именно поэтому сейчас в Лос-Анджелесе они даже открывают багажник так, что они не стекло, они не разрушают стекло. То есть если хотите, проникайте в машину через багажник? Да. Ничего себе. Да, поэтому здесь я чувствую, ну, более безопасность здесь. И я знаю, что здесь шанс, что что-то плохо случается, это намного меньше, чем в больших городах в Мерке, и особенно в Калифорнии сейчас. У тебя спрашивали паспорт, документы, полицейские к тебе подходили в России? Никогда. И это тоже хороший момент, потому что очень много людей мне сказали, что, о, полицейский и государственный, ты американец, поэтому они хотят увидеть твои документы и так далее. И ни разу не случилось. Поэтому, да, есть большая иллюзия, и это не так. И русские люди, они очень добрые внутри. Внутри. Внутри, да. Лицо не всегда показывает, как добрые они на самом деле. И у них есть очень, как сказать, хорошее сердце, очень глубокие души и так далее. Поэтому русская душа — это очень сложная идея, но русская душа, русский менталитет, они очень глубокие. Хорошо. Я думаю, у тех, кто изучает русский язык, будет вопрос, сколько ты уже изучаешь? Я около трех лет изучаю русский язык, и я думаю, что, ну, это очень полезно говорить с людьми, именно люди, которые насытыли язык, русский говорящий, я имею в виду. Поэтому, ну, просто надо найти русские друзья, практиковать с ними, и, конечно, грамматика — это важно тоже, но я думаю, что иногда люди думают, что грамматика слишком важна, потому что ты можешь проводить очень много времени и не улучшить твой разговор. Конечно, грамматика важна, но не так важна, как многие думают. Ты почувствовал, что навыки владения русским языком улучшились с момента, как ты приехал в Россию? Да, сто процентов. И тоже я думал, что я хорошо знал русский язык до того, как я сюда приехал, и тогда я заметил, когда я сюда приехал, даже в аэропорту, я заметил, что, о, может, не так хорошо, надо больше практиковать. Живой разговор, например, это большая разница. Какие у тебя планы, куда ты еще хочешь поехать, и собираешься ли ты возвращаться? Ну, я очень хотел поехать в Казан, в Калининград, даже на Кавказе и так далее, но я думаю, что этот раз не удалось, мне не удастся. Поэтому я планирую вернуться осенью, потому что осенью будет мой последний семестр моей магистратуры, и мне надо сделать стажировку. И они хотят, чтобы мы сделаем стажировку за границей, поэтому я хочу найти какую-то стажировку или я работаю здесь, так что я могу вернуться и дольше, потому что сейчас я только здесь 37 дней. Что ты изучаешь? Да, в университете моя специальность – это международные отношения. Раньше я думал, что было бы классная идея, хорошая идея, чтобы работать с русским языком, и чтобы здесь жить, и так далее. Но мне кажется, что политика – слишком много политических тем. И я хочу быть нейтральным человеком, я не хочу быть врагом какой-то страны. Поэтому, может быть, лучше найти какую-то работу в бизнес-сфере или как-то так. А у тебя были разговоры о политике с твоими друзьями? В России? Да. Немножко, но это тоже разница. В смысле, что сейчас в Америке политика – это как номер один приоритет. И это… Ой, извини. Да, ничего. Политики – это все сейчас, все в Америке, они всегда думают о политике. И, конечно, везде так, но я заметил, что здесь меньше. Не знаю, почему это так, но это что я заметил. Ну, например, смотри, если в США ты с друзьями сидишь, разговариваешь, вы будете обсуждать политику? Просто в России очень любят, если это какое-то застолье, ты сидишь с друзьями, можно даже поспорить о политике. Я знаю, что в западных культурах это не принято, да? Да, не принято, не принято. И на самом деле это наоборот. Чаще всего на Западе и в Америке мы обсуждаем политики с людьми, которые не наши друзья. Да, поэтому разговор даже труднее и даже хуже. По крайней мере здесь, когда мы обсуждаем политики, да, это с друзьями, поэтому мы можем спорить с друг с другом, но мы уважаем наше мнение. Да, хорошо. Да. Хорошо, давай такой блиц, короткие ответы. Пять вещей, ради которых стоит посетить Россию. Хорошо. Литература, потому что здесь очень богатая литература, культура. Что еще? Архитектура, особенно в Питере, потому что у нас прекрасная европейская архитектура здесь. Что еще? Спорт. У нас уже такое говорит, как будто петербуржец, да? Хорошо. Я гражданин почти. Спорт, образование. Мне кажется, что школа здесь труднее, чем на Западе. Здесь ожидания для школьников, они выше. Им нужно помнить стихотворения, стихи и так далее. И последний пункт. Может быть, это странный пункт, но погода. Особенно, если ты из климата, в котором нет никаких зима. Нет никакой зимы. Нет никакой зимы. Никакой зимы. Ну, то есть холодной, да? Погоды нет. Зима-то у всех есть, но холодной погоды нет. Потому что это все еще новенькое для меня. Какая-то новенькая для меня. И, может быть, именно поэтому я быстро привык к этому. Да, я согласна. Допустим, Петербург называют холодным серым городом. Но вот сейчас я покажу. Да. Сегодня чудесная погода, голубое небо. И мне очень нравится климат в Петербурге. Это не очень жарко и не слишком холодно. Не так жарко и не так холодно, как, например, в Сибири. Ты бы хотел здесь жить? Да, я бы хотел здесь жить. Да, сто процентов. И да, это как зимняя сказка. Поэтому я думаю, что это красота. Что красота состоит в том, в этой погоде тоже. Это не просто серый ужасно. И я был немножко удивлен тоже, как люди здесь живут. Все равно, если погода плохая или слишком холодная, жизнь не остановится. Жизнь продолжается. Поэтому, да, да. Я бы хотел жить. Да, хорошо. Спасибо большое, Стивен. Отличные ответы. Я думаю, что всем будет очень интересно. И, друзья, если у вас есть вопросы Стивену, обязательно пишите их в комментариях. Я думаю, что он на них ответит. Да, сто процентов. Спасибо, ребята. Спасибо, Даша, что ты меня пригласила. Спасибо. Было очень весело, очень приятно. Да, хорошо. Всем пока. Да, пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok